И здоровое, и свежее, и рациональное питание, здоровое питание. Кто, как не бабушка, заботится о хорошем питании. И если дома это проверенное, то в школе обычно не проконтролируешь. Однако в этом году на их радость Министерство образования и науки края совместно с Распотребнадзором решили устроить акцию «Бабушкино столовое». Старшее поколение теперь может прийти и лично проверить качество школьного меню. Борщ прям домашний, вкусный, наваристый, вот ничего лишнего нет. Второе тоже очень замечательное. Подлив самое главное на сливочном масле, и сметана, и все видно свежее. Мясо куриное очень мягкое, и косточек совершенно нет. Ну, компот из клюквы, все сбалансировано, все витамины. Я считаю, что очень хороший обед. Дети всегда отзывались и раньше о том, что кормят вкусно, вкусно они съедают все. Поэтому сегодня мы убедились в этом сами. На мой взгляд, питание должно быть сбалансированным, обязательно должно быть свежим и должно быть вкусным. В данном случае все три составляющих, они вот сегодня, в сегодняшнем обеде, так сказать, сошлись. В этой школе подобные неофициальные проверки качества питания проводили и раньше. Дегустировать школьное меню приходили родители. Несмотря на это, некоторые оставались недовольны. Иногда мамы говорят о том, что либо там накрыта не вовремя, либо холодная пища, либо она невкусная. Ну вот, пожалуйста, пришли мамы, мам, для того, чтобы попробовать действительно, правы они в этом или нет. Напомним, что сейчас для учеников начальных классов школьное питание бесплатно. Поэтому к его качеству особый контроль. Сегодняшней комиссии творения школьных поваров понравились. Они даже решили выразить благодарность в книге отзывов. И не только. Хвалим школьных поваров. Детям скажем, будь здоров. А здоровое питание добавит сил в образовании. София Яценко, Алексей Фризин. День с толком.